Музыка Культиватор маточной культуры. Здесь находятся миллиарды, грубо говоря, хлорел, то есть живых водорослей, где она выращивается, набирает плотность при определенных температурных условиях, световых. Живые витамины подают коровам к столу с утра. На каждую буренку приходится 3 литра раствора хлореллы в сутки. Зеленые смузи с одноклеточной водорослью стали добавлять в поилку 3 недели назад вместо искусственных премиксов. Это позволяет обогатить рацион порнокопытных, увеличить надои и оздоровить стадо. Она очень богата макро-микроэлементами, в ней есть все, что в нынешних премиксах, для коров добавок кормовых. И даже были протоколы испытаний на фермах, на птицефабриках, на рыборазводческих фермах. Повышается уровень жизни, качество жизни, здоровье просто зашкаливает. Срок жизни хлореллы от 3 дней до месяца. Для водорослей важен световой день. Она спит с 6 вечера до 6 утра в полной темноте и работает с 6 утра тоже 12 часов. Изменения в рационе после ее применения в первую очередь можно увидеть на телятах. Телята стали более энергичные. Шерсть у них начинает лосниться, шелковистая становится. По телятам видно и при весе становятся лучше. В районе килограмма на одного теленка в день. Он на килограмм вырастает. Водоросли принимают не только коровы. Оказывается, сами работники фермы каждое утро пьют хлореллу. Нам тоже предложили попробовать. Ух ты, зелененькая. Странно. Ну, немножко травянистый привкус. А вам как? Ну, есть такое. В течение двух недель эту хлореллу принимаю. И чувствую ясность, ума, да, легкость какую-то. Энергия появляется откуда-то. Днем, если нет дождя, коровы пасутся на свежем воздухе. Чтобы их не кусали насекомые, животных обрабатывают специальным препаратом. В дождь не гуляют, обработку смоют. Вот они с утра подоились, вышли гулять, гуляют до жары и возвращаются обратно. Все, мы их загоняем, привязываем, все, и кормим. Постоянно кормят? Постоянно. Они, ну, там едят, здесь едят. То есть, едят они всегда. Хлорелла, как источник витаминов, не первая инновация в кооперативе «Благодатная». В прошлом году здесь приняли участие в эксперименте. 40 коров подключили к интернету. Теперь устройства, которые находятся в желудках буренок, передают данные на планшет сотрудников фирмы. Очень упрощает труд, да, на самом деле, как мой, так и ветеринаров. Сейчас не нужно ходить с градусником, смотришь, как-то животное себя не так ведет. Взглянул в программу, там видно все. Идет экономия на препаратах ветеринарных, на времени. То есть, человеческое время, оно тоже денег стоит. Сегодня в производственном кооперативе «Благодатная» примерно 150 коров. В день они дают около 800 литров молока. Но это не предел, уверены фермеры. Уверены настолько, что уже получили новый грант от регионального минсельхоза на строительство модульного молокозавода производительностью 5 тонн сырья в сутки.